Всем привет. Мы хотим попробовать рассказать о том, как каждый может научиться проводить аудит производительности собственного сайта. Для начала представимся. Меня зовут Евгений Потапов, я генеральный директор компании IT-сума. Мы занимаемся технической поддержкой и системным администрированием веб-сайтов. У нас на поддержке есть ряд крупных клиентов, таких как Arambo. Все погасло. Ну, не важно. Что ты делаешь дальше, чтобы на экране появилось? Carambling, Valeo, Altergeo, наше радио и ряд других крупных сайтов. Но наша основная клиентура – это небольшие интернет-магазины. Сейчас у нас на поддержке больше тысячи серверов. У нас работает 50 человек. И каждый день эти сайты посещают более 100 миллионов уникальных посетителей в сутки. Александр. Меня зовут Александр, я технический директор компании Aero. Наша компания занимается разработкой, внедрением крупных информационных проектов. В направлении… В направлении… В направлении e-commerce проектов и финансовый сектор. Мы разрабатываем интернет-магазин для таких компаний, как 1С Интерес, Евросеть, Никон и другие. Постоянный штат сотрудников – 20 человек. Ну, пока слайдов нету, расскажу в целом, о чем мы хотим рассказать. У многих наших клиентов, как мы можем заметить, как мы видим, есть некое ощущение, что проведение аудита производительности, локализация места, где именно тормозит сайт, и как можно с ним… что можно с ним сделать. Это такая какая-то особая магия, которая доступна только избранным и которой нужно долго учиться. На деле, мне кажется, что все-таки это больше вопрос правильного использования инструментарий и правильного подхода к самому проведению аудита. Вообще, в целом, для чего и когда, мы считаем, нужно проводить аудит? Существует два крайних полюса в подходе к разработке. В одном студии, делая сайт, интернет-магазин, хотят выполнить его как можно быстрее, не обращая внимания на производительность, на скорость сайта, на те проблемы, с которыми можно столкнуться. Но главное, как можно быстрее выпустить, а потом при выпуске уже разобраться. Другая проблема, которую… другой полюс, это наоборот. В разработке максимально отточить все проблемы, которые могут быть, а потом уже выпустить. Ну и как бы понятно, что в первом случае мы получаем быстрее результат, но получаем ряд проблем, с которыми потом придется решать. А во втором случае мы получаем долгую-долгую разработку, когда продукт в итоге оставляется покупателю гораздо позже. Если сравнивать процесс разработки с процессом строительства дома, то вот первый подход – это подход, в котором вы отдаете неким строителям фундамент дома и говорите, теперь строите. Уходите и больше за этим не следите до того момента, пока вы не вернетесь и вам не скажут, что дом готов. В этот момент дом может быть построен, но он может быть построен так, что окна там будут построены криво, заменить вы их не сможете просто, будут какие-то косяки и изменить что-то уже будет сложно. Во втором случае, когда мы долго и внимательно разбираем, как устроен сайт, как мы его сделаем, думаем о всех вопросах производительности, мы можем наоборот попасть в ситуацию, где мы получим долгострой, который мы не сможем ничего сделать, не придет в достаточный срок, в нужный срок нашему клиенту. Соответственно, если мы считаем, что мы хотим попасть в срок, сделать сайт быстрее, то мы хотим делать сайт быстрее. Но мы при этом не хотим получить серьезных проблем с последующими доработками. Поэтому вот среди проблем, которые мы видим, когда мы видим сайты, которые сделаны по этому первому варианту, чаще всего это какая-то кодовая база, которая была сделана в начале, и которая была сделана неоптимально, на которой потом были сделаны дальнейшие доработки. И в тот момент, когда мы поняли, что в производительности есть большие проблемы, мы уже ничего не можем сделать, потому что нам придется сначала решить проблемы, которые были заложены в самом начале, и потом заново все переписать. Другая проблема, которую мы видим, это проблемы с масштабированием сайта на росте посетителей. То есть мы примерно думаем, что сейчас мы имеем вот такое-то количество пользователей, когда количество посетителей увеличивается в два раза, нагрузка увеличивается в два раза. А на деле из-за неоптимального кода происходит так, что с ростом посетителей в два-три раза нагрузка увеличивается в 10-20 раз. И кроме того, еще одна очень частая проблема вот такой вот разработки без контроля производительности, это случай, когда с каждой новой небольшой добавленной фичей на сайте время увеличивается раз-два. Слышно? Может дождемся слайдов или не продолжать? Понятно примерно, что я говорю? Окей. Когда мы с каждой новой фичей немножко увеличиваем, я буду рисовать слайды. Мы увеличиваем время ответа в сотнях миллисекунд. То есть у нас была оптимальная страница, у нас было все хорошо. Там отвечало 300-400 миллисекунд. Мы добавили какой-то новый блок, новый компонент. Время ответа стало 500-600. Мы думаем, окей, мы позже разберемся с этим, пока главное отдадим заказчику то, что есть. Добавляем еще компонент, добавляем еще небольшую функциональность. Время еще немножко увеличивается. Но суммарно мы получаем увеличение уже на 500-600 миллисекунд и получаем проблемы. И вот мы считаем, что идеальный, ну не идеальный, но один из правильных подходов к разработке, когда мы хотим и быстро получить продукт, быстро получить сайт, и при этом не получить серьезных проблем с производительностью, это ситуация, в которой мы делаем как бы итеративный аудит. Мы делаем какой-то блок функциональности сайта, после чего это отдаем на аудит. Делаем новый блок, снова отдаем на аудит, проверяем, что действительно критично тормозит, что действительно надо исправлять сейчас, и снова дорабатываем и снова отдаем на аудит. В итоге при выкладке сайта уже в эксплуатацию, проверяем сайт на боевом сервере и понимаем, что делать. Вот, а дальше у меня будет много картинок с графиками. И здесь я уже графики не нарисую. Окей. Смотрите, я могу пока рассказать, из чего состоит наша обычная процедура аудита. А потом уже если что, то подстроюсь под то, что было в слайдах. В целом, если вы хотите сделать аудит, он, на наш взгляд, должен состоять из трех частей. Первое – это аудит серверной инфраструктуры. Второе – это аудит кода на изолированном стенде. И третье – это аудит кода уже в боевой системе. Для чего нужен аудит инфраструктуры? Смысл заключается в том, что очень часто мы видим сайты, которые тормозят не из-за качества кода, не из-за того, как он написан, какая была сделана функциональность, а из-за того, что в основании самого сайта на сервере существуют какие-то проблемы. Дальше у меня там были графики о том, какие чаще всего эти проблемы случаются. Давайте я попытаюсь… А здесь есть презентаха, да? Да. Вот, чтобы хотя бы ориентироваться. Я так поперетакиваю, чтобы науку хоть глядеть. О, супер. Не… да. Так, окей, сейчас, секундочку. Аудит инфраструктуры. Чаще всего мы аудит инфраструктуры, его следует проводить с боевой эксплуатацией и разбить на две части. На первичный анализ сервера и затем отмониторить сервер в течение какого-то продолжительного времени. Для чего нужно проводить первичный анализ и что нужно смотреть? Первичный анализ надо поверить просто для того, чтобы убедиться, что сервер настроен. Ура. Так, кликер. Он замигал. Подозрительно. Так, немножко назад вернусь. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Окей, вот несколько примеров подходов к быстрой разработке без вот этого интеративного аудита, который мы видим. Смотрите, у вас есть сайт, вы видите, что на 30 запросах в секунду нагрузка 8%, вы думаете, что окей, нагрузка вырастет в два раза и нагрузка на процессор вырастет примерно так же. У вас будет нагрузка на 16%. Нагрузка вырастает в 5 раз, а нагрузка на процессор вырастает в 12 и сайт начинает тормозить просто потому, что больше ресурсов нет. А вот это прям классическая штука в разработке сайтов, разработке интернет-магазинов. У нас был ответ страницы сервера 450 миллисекунд. Студия добавила новую функциональность, новый компонент на страницу, который сам по себе нужно было быстро добавить. Понимаете, как, ребят, нам нужен новый блок на сайте. Добавили. Добавилось 300 миллисекунд, вроде немного, потом разберемся. Окей, оставили. Добавили следующий компонент. Он сам по себе еще прибавил 240 миллисекунд, вроде это не так страшно. Но суммарно получилось уже плюс 650 миллисекунд и страница отвечает секунду. Собственно, итеративная часть. Разрабатываем часть функциональности сайта, проводим аудит, дорабатываем самые разные моменты, разрабатываем дальше, проводим аудит, выкладываем, проводим аудит. Аудит производительности состоит из аудита инфраструктуры, аудита кода и аудита фронтенда и скорости сайта. Мы не будем касаться здесь сильно аудита фронтенда и скорости сайта, потому что позже есть еще один доклад касательно этого. Остановимся на инфраструктуре и коде больше. Инфраструктура. Цель убедиться в том, что причина возможных проблем не экосистема сервера, а именно код. Делаем первичный анализ и мониторим сервер в течение продолжительного времени. Это можно сравнить, не знаю, когда в больнице проводят регулярные анализы для того, чтобы понять, не меняются ли показатели в течение дня. На аудите, на первичной проверке проверяем специфики настройки веб-сервера. На мониторинге проверяем нагрузку на процессор, нагрузку на дисковую подсистему, проблемы с работой базы данных, проблемы с сетевыми интерфейсами. Если пить по шагам, то первичный анализ сервера. Прежде всего, смотрим, какой хостинг использован. Это больше именно для проверки, хестнер используется или не хестнер. Поднимите руки, у кого есть сервера в хестнере. Отлично. Хестнер занимается довольно хорошей деятельностью. Когда у вас начинают глючить жесткие диски, хестнер снимает, и вы на это жалуетесь, подавите тикет о том, что диски глючат. Хестнер снимает этот диск с вашего сервера и ставит в полку дисков, которые он будет ставить на замену другим клиентам, когда они пожалуются на плохую работу своих дисков. То есть вероятность того, что хестнер поставит сломанный диск даже взамен вашего сломанного диска, она очень велика. Нужно регулярно проверять, что диски, которые выставлены на замену, работают нормально. Кроме того, из штук, которые мы видим часто и неправильно настроены, это Ttl в DNS. Ttl – это такая штука, которая говорит, сколько времени DNS-запись будет жить в кэше у пользователя. Очень часто у многих DNS-хостеров это значение выставлено в 86400 и другие большие значения. 86400 означает, что пользователь набрал в браузере имя сайта, оно превратилось у него в IP-адрес, и он запомнил, что этому сайту соответствует IP-адрес, следующие 86400 секунд, то есть следующий день. Предположим, у вас падает сайт, падает сервер, вы срочно переезжаете на другую площадку, на другой сервер, все ваши постоянные пользователи в течение суток не смогут перейти на новый сервер, потому что DNS установлен большой. Мы рекомендуем ставить 900 секунд и меньше, если это возможно. Шаг второй. Анализ аппаратной конфигурации. Здесь для битрикса очень важно количество ядер и процессор. Поскольку сам по себе PHP-код довольно тяжелый, нужно понять, что нас интересует в первую очередь. Если мы ожидаем, что одновременных пользователей будет не сильно много, но нам хочется им отдавать страницы как можно быстрее, тогда нам лучше сориентироваться не на количество ядер, не на количество процессоров в сервере, а на частоту процессора. Чем больше частота процессора, тем быстрее на каждый запрос будет отдаваться страница. Если же наша основная цель в том, чтобы обработать как можно больше параллельных пользователей, например, вы делаете ежедневную рассылку, на которую у вас приходит много-много пользователей, и вам надо обработать их всех, тогда лучше ориентироваться на количество ядер. Пусть не так важно время ответа для одного пользователя, но мы пропустим через себя тысячу человек. Следующим. Проверяем, каковы жесткие диски на сервере. Если у вас не SSD, а стоит SATA диски, если у вас есть деньги поставить SSD диски, ставьте SSD диски. Разница капитальная. То есть если производительность SATA дисков в дисковых операциях 80 операций в секунду, производительность SSD диска в дисковых операциях 20-40 тысяч операций в секунду. То есть разница здесь не в два раза, не в три раза, как в ценах за сервер, за диски на хостинге, а разница доходит до тысяч-двух тысяч раз. Это серьезно ускоряет работу базы данных и серьезно ускоряет работу с файловым кэшом, если он у нас очень большой. Проводим анализ ПО сервера. Запускаем проверку системы, проверяем настройки операционной системы веб-части. Я это быстро пролистну. Если что-то презентация наверняка будет доступна, то можно будет посмотреть. Дальше смотрим настройки сервера базы данных. Есть настройки производительности сервера BD. Там отлично даются советы, особенно после какого-то времени эксплуатации. Кроме того, можно проверить дополнительные параметры, которые позволяют оскорить показатель монитория производительности. Тоже я пролистну, если что, будут потом данные. Первичный анализ, бонус-трек для первичного анализа. Это то, что мы видим у очень многих клиентов. Если у вас какой-то внешний админ, и он вам когда-то настроил бэкапы, убедитесь, что у вас бэкапы, хотя и настроены, убедитесь, что они работают. Очень часто в какой-то момент мог заполниться сервер, на который заливаются бэкапы. Могла сломаться процедура создания бэкапов. Могло быть еще миллион вариантов, из-за чего тот факт, что у вас бэкапы когда-то были настроены, не означает, что у вас бэкапы делаются ежедневно. Убедитесь, что из бэкапов можно восстановиться. Убедитесь, что у вас есть RAID-контроллер на случай поломки жесткого диска, который в Хестнере сломается с большой вероятностью. Если у вас есть RAID-контроллер или виртуальный RAID софтовый, то все равно убедитесь, что он собран в конфигурации не RAID 0, когда он просто одни диски дополняет других и при вылете вы потеряете все данные. И убедитесь в том, что массив не находится в аварийном состоянии. Очень много случаев, когда есть RAID-массив из нескольких дисков. Например, у вас два диска, которые один зеркалирует другой. Но при этом один диск давно уже полетел. Мониторинг в течение 24-48 часов. Это то, что я говорил, что мы смотрим на протяжении времени о том, в чем конкретно может быть проблема. То есть типичный вопрос. У меня иногда тормозит сайт, что происходит. Можно провести аудит кода, но этот аудит кода не показывает ничего. Для того, чтобы понять, что именно происходит, нужно посмотреть в течение 24-48 часов о том, что коррелирует с тем временем, когда начинает тормозить сайт. Смотрите, вот проблема. Сайт иногда работает очень медленно. Мы можем посмотреть, что где-то с района 9 утра до 11 часов почему-то просто резко увеличивается время ответа сайта. Оно и так было не сильно большое, но вот тут начинается больше 4 секунд на генерации страницы. Мы смотрим на число запросов в это время, и запросов в принципе и нет. Сайт с небольшой посещаемостью совершенно. То есть можно было бы подумать, что приходят какие-то пользователи, почему-то замедляются время. Но нет, проблема не в этом. Проблема в том, что из-за не совсем правильно настроенного бэкапа резервное копирование начинается в 9 утра, оно не совсем корректно настроено само по себе и сильно нагружает жесткий диск. И на самом деле у нас не сайт медленно отвечает, а у нас происходит большая нагрузка на жесткий диск, из-за чего сайт медленно отвечает в это время. Другая проблема. Резко замедляется скорость сайта при выходе новости. То есть на основной сайт выходит какая-то новость, и у людей сразу проблема о том, что сайт начинает открыться медленно. Вроде бы выглядит, что возможно эта проблема какая-то с кодом при запощивании новости. Но на деле, если посмотреть, процессор вообще не нагружен. А в этом данном конкретном случае мы увидели, что пропускная способность сетевого интерфейса резко замедляется. То есть особенно на российских хостингах, где пропускная способность может быть 10 мегабит или может быть разделена между несколькими серверами, можно отследить, насколько у нас свободен сетевой интерфейс. И мы видим вот такой вот потолок. Это означает, что проблема в этом. Кроме того, если вы находитесь на ВПСе, в облаках, неважно, облака это российские или облака это Amazon, есть частая проблема в том, что в какой-то момент облачный хостинг начинает забирать у вас ресурсы процессора. То есть вы вроде ничего и не делаете. Вот зеленое поле – это то, какую нагрузку создавал ваш сайт, а красный – это так называемый стил. Это головной сервер облака забирает ресурсы у вашего виртуального сервера для других клиентов. Нужно понимать, что вообще в целом, особенно с ВДС-хостингами, нужно понимать, что бизнес-модель построена на том, что у вас есть сервер, ну если вы хостер, у вас есть сервер и у вас на нем расположено много-много ВДС-машин, которые… слышно, нет? Слышно. Которые не сильно загружают сервер. Но если одна вдруг начинает сильно загружать, то вам надо у кого-то забрать эти ресурсы. Вы забираете их у других клиентов. А вот это наоборот. Это классический симптом каких-то проблем с кодом. То есть выложили новую версию, время ответа увеличилось и продолжают держаться долго. Или вот, например, если вы видите в результате мониторинга вот такое. У вас ничего плохого с сервером не происходит, но время ответа страниц постоянно держится в районе двух секунд. Пора посмотреть, что с кодом. Аудит кода. Как мы лично его проводим и как я рекомендую проводить? В условиях, когда у вас сервер находится под нагрузкой, проводить аудит кода именно с точки зрения ответа страниц не совсем, не стоит. Мы обычно выносим код на отдельный стенд, который можно собрать. Я чуть позже дам ссылку, где мы хотим выложить виртуальную машину, в которой вы можете с одной стороны загрузить код, а с другой стороны вы можете в xwindows посмотреть через php-шторм, что там с кодом происходит, поправить его, чтобы не нужно было редактировать в комбанной строке. И затем после изоляции на стенде вы можете сделать подстраничный поиск долгих компонентов. А для первичного анализа вы можете запустить монитор производительности на боевом сервере. Для чего делать первичный анализ с монитором производительности? Вы можете понять, какие страницы работают долго для большинства пользователей, на какие страницы чаще всего ходят. И что нужно оптимизировать в первую очередь? А что вообще может быть не нужно оптимизировать, потому что там пользователей никогда не бывает? Мы убеждаемся, что нет внешних причин для тормозов аудитом сервера. Мы запускаем настройки монитора производительности, включаем нужные параметры и смотрим. Монитор производительности, соответственно, раздел страниц позволит нам найти… Sorry, что не сильно хорошо видно. Соотношение, какие страницы суммарно грузят больше всего сервер, это получается колонка со стрелкой левая, и какие страницы долго отвечают для пользователя в индивидуальном режиме, среднее время ответа страницы. Суммарное даст нам представление о том, как мы можем глобально снизить загрузку на сервер. А страница время даст нам повод понять место, где мы можем ускорить скорость ответа сайта для отдельных пользователей. Монитор производительности страницы, компоненты позволят найти самые долгие компоненты. SQL-запросы может дать возможность проанализировать долгие запросы, и что классно, при наведении на запрос он вам построит стактрейс с местом, где вы можете найти непосредственно долгую работу этого компонента. Но обычно мы рекомендуем смотреть вот эти уже данные после того, как вы провели первичный анализ кода также. Это виртуальная машина, о которой я говорил. То есть вы берете виртуальную машину битрикса, мы на нее доставили xwindows с гномом и поставили туда php-шторм в ANC-сервер. И с одной стороны мы перетаскиваем проект на виртуальную машину, и она живет в привычной для себя инфраструктуре, не нагруженной при этом. А с другой стороны наш аудитор может зайти на привычный ему php-шторм и править файлы не из midnet-командера, не из vima, а править файлы из привычной структуры среды, чтобы посмотреть, чей именно тормозит. Вот здесь ссылка, по которой мы, надеюсь, сегодня выложим эту виртуалку для вас, если вы не хотите сами ее собирать. Она будет немножко сыроватой. Если что, там будет адрес, куда можно спросить, что и как работает. Постраничный поиск долгих компонентов. Загружаем отладку, смотрим суммарную статистику, смотрим время. В первую очередь мы проверяем эффективность кэша. То есть мы отключаем кэш и смотрим, потом за включенным кэшом смотрим, что именно… Извините, чуть позже будет. XH-Profit – это также утилита, которая помогает для более подробного погружения в код, где может вам не помочь стандартный инструментарий битрикса. Теперь Александр расскажет о том… Покажем небольшой пример проведения аудита, а Александр расскажет о том, что это за проекты. Компания Техэнерго – это компания, занимающаяся обслуживанием, ремонтом электротехнического оборудования и автоматизированной системы управления. Также занимается поставкой и производством другого электротехнического оборудования. У компании Техэнерго давно назрел вопрос о замене и обновлении своего интернет-магазина. Основные цели, которые необходимо было решить в рамках этого обновления – это создание универсальных B2B и B2C каналов продаж для того, чтобы на единой площадке можно было для всех типов пользователей использовать одинаковые инструменты продаж и покупок. Увеличение продаж за счет использования кроссейл и апсейл инструментов, уменьшение нагрузки на отдел продаж и логистики за счет того, что пользователю в автоматизированном режиме возможно формирование и получение соответствующей документации, возможность работы на постоплате и в рамках кредитных линий. Давайте рассмотрим первую страницу. Это главное. Основной особенностью является изменение подхода к синхронизации данных между ERP-системой. Это страница у нас каталога. Здесь мы переработали классическую структуру формирования каталога и связи между элементами каталога. Добавили такие экзотические вещи, как серию. Это карточка товара. Карточка товара у нас позволяет отображать только те блоки, которые действительно содержат контент. Все остальные блоки, они скрываются, при этом качество страницы не изменяется. Покупатель всегда видит необходимую информацию по указанным продуктам. Это страница у нас договора. Договора у нас, как я и говорил, формируется… Мы подошли к этому подходу немного иначе. Мы не стали использовать банальную смену статусов от начала оформления заказа до его получения клиентом. А расширили эту систему тем, что клиент может в любой момент получить всю необходимую документацию по каждому этапу формирования и получения заказа. Это страница у нас рекламации. То есть работа пользователя с сайтом не заканчивается тогда, когда он уже получил свою покупку. В любой момент он может подать все необходимые заявления о возврате или замене товара. Далее я передаю слово Жене. Он расскажет о аудите нашего проекта. Вообще мы работаем с компанией Aero как раз по этому итеративному процессу проведения аудита. То есть компания делает свои сайты, отдает нам на проведение аудита, мы проверяем, говорим, что можно исправить и так далее. В данном случае я хочу сгруппировать пример и просто быстро пройтись, потому что времени осталось совсем ничего. Шаг первый – проверяем сервер. Шаг второй – копируем проект на стенд. Шаг третий – пока мы копируем проект на стенд, пока мы его там переносим, мы включаем монитор производительности на боевом сервере, чтобы понять, куда и как ходят пользователи, сколько у них время ответа. Шаг четвертый – на стенде в этот момент проверяем работоспособность кэша. То есть мы берем, включаем статистику, мы выбираем несколько страниц, на которые однозначно ходят часто пользователи, отключаем кэш, смотрим на время создания страницы без кэша, смотрим на время создания страницы с кэшом. Если время изменяется значительно, значит окей. На этой странице кэш используется эффективно. Смотрим раздел специальных предложений, время ответа, там было порядка 1,4 секунды, а с кэшом время ответа порядка 1,2. Окей, надо посмотреть, в чем проблема. Идем в время создания страницы и смотрим стэк вызова компонент. Обычно, кстати, типично, проблема не находится в ряде большом количестве компонентов, он находится в вызове, скорее всего, одного или двух компонентов. Чаще всего это может быть просто неправильно сконфигурированный кэш, а может быть какие-то проблемы с этим связаны. Мы видим, что проблема у нас в компоненте каталог секшен, который доработан в локале. Мы смотрим на вызов этого компонента, видим, откуда вызываются, какие фильтры подключены, и видим, что среди прочих фильтров подключены фильтры даты. Фильтры даты при использовании с каталог секшен не заставляют его не использовать кэш. Если мы блокируем, смотрим наше предположение, комментируем вызов фильтров даты, смотрим на время, время резко сократилось. Каждый заработал, то есть причина в том, что нужно изменить подход к созданию специальных предложений. В это время у нас прошел монитор производительности, и мы видим, что наибольшую нагрузку на процессор создают раздел каталога, хотя сам он быстро отвечает. А страница, которая лучше всего оптимизировать, это главная страница. Смотрим на уголовную страницу, видим стэк вызовов, правим, правим, извините, времени нет. Правим, включаем XH-проф, чтобы посмотреть вещи, которые он мог не сказать, инструментарий Bittrex, куда развиваться, можно потом поговорить. Все. Извините. Давайте поддержим, во-первых. Раз. Друзья, мне жутко жалко прерывать, потому что я вижу напряженные, всматривающиеся взгляды в слайды. Выложим. И можно потом подойти ей тоже спрашивать. В цитноте, поэтому у нас есть два момента. Первый, у нас есть один вопрос, то есть у нас есть маленькое количество времени на один вопрос, мы его сейчас озвучиваем, а пока я очень прошу людей, у которых рядом есть свободное место, проднять вот так вот руку. Друзья, пожалуйста, ищите руки и присаживайтесь. Если у кого-то есть сумки, занятые на друзей, которые подойдут через 15 минут, я прошу эти сумки тоже убрать, потому что есть уже люди, которые пришли. И есть ли вопрос? Да, давайте. Давайте вот так. Да, есть вопрос? Да, вопрос? Это? Или что? Или рука? У кого есть вопрос, друзья? Ядро правите? Компонент содержит ошибки, честно. Мы локализуем проблемы и доносим их до компании 1S Bittrex. Спасибо. Друзья, к сожалению, с вопросами не успеваем. Евгений, Александр, огромное спасибо. Значит, преимущество этой конференции в чем? Вы можете узнать этих людей в кулуарах, поймать их и замучить, как вам нравится. Да, будет презентация, будет потом видео, мы это покажем, отдадим. Я понимаю, что сейчас в очень ускоренном режиме, там можно будет замедлить чуть-чуть воспроизведение и посмотреть.